Уважаемые зрители видеоблога, я вернулась вчера из города Ож, посетила одну из 56 школ, была в школе имени Макаренко, встретилась с педагогическим коллективом. Там работают учителя всех буквально национальностей. Это очень многонациональный коллектив. Я многое узнала в разговоре с ними, узнала проблемы школы в такой посткризисный период. Еще раз убедилась, сколь важна и остра проблема межэтнического мира и согласия в городе Ож, в целом на юге, да и в целом в республике. Все последние доклады по расследованию ситуации на юге доказывают, сколь необходим нам документ, который покажет всему народу, всем нам, куда двигаться, как двигаться в политике межэтнического развития. В аппарате президента есть такой отдел по управлению этническим, религиозным развитием в стране. Этот отдел начал 20 декабря разрабатывать концепцию этнического развития. Такой документ существует во многих странах мира. И мы сейчас активно изучаем имеющийся опыт. Мы думаем, что документ будет готов уже к середине марта. Идут обсуждения, прошли обсуждения среди молодежи, в экспертных кругах, среди представителей этнических сообществ республики. Мы уверены, что документ, который будет базироваться на верховенстве закона, на многообразии, учёте многообразия культур, на равных возможностях всех в стране, он даст людям свет. Он покажет, что интеграция, консолидация в республике, она обязательно состоится. И мы все сегодня понимаем, это долгосрочный процесс, когда все люди, молодёжь в первую очередь, в результате этого процесса будет свободно владеть государственным языком. У нас будут общие ценности, ценности, именно присущие этой стране. И у всех будут равные права и возможности.